Можно ли справиться с хронической болью у кошек? Почему кошки бьют током? Понимают ли нас собаки? Введение обязательной маркировки ветеринарных препаратов. Что необходимо для комфорта собаки в городской среде? История самой богатой кошки. Привет, друзья! Рада приветствовать вас на канале Хваст Ньюс. Меня зовут Алена, и сегодня я вам расскажу самые интересные новости из мира питомцев. Поехали! Начнем с новости из мира науки и ветеринарии. Ученые из Монреальского университета в Канаде совершили удивительное открытие, которое может помочь в лечении хронической боли у кошек. Исследователи стали использовать вязаные шапочки с электродами для сканирования мозга пушистых. Если ранее для анализов использовался наркоз, то теперь благодаря этим шапкам он больше не нужен. И ученые провели эксперимент с 11 кошками. В течение двух недель они сканировали мозг здоровых и страдающих хронической болью пушистых. Во время эксперимента кошки реагировали на различные сенсорные стимулы, такие как запахи и свет. Результаты эксперимента показали, что мозговые волны кошек действительно меняются в ответ на различные стимулы. Теперь ученые открыли новые возможности для изучения хронической боли у наших пушистых друзей. Надеемся, что в будущем это поможет разработать более эффективные методы лечения и улучшить качество жизни кошек. Друзья, а вы когда-нибудь задумывались, почему при поглаживании питомца он может ударить на стоком? А вот американские исследователи задумались, подробно изучили механику трения и объяснили, почему это происходит. Оказывается, все дело в статическом электричестве, которое возникает при трении. При трении волоски шерсти наших любимцев электризуются и становятся столбом. Аналогичным образом, например, статическое электричество образуется, если потереть воздушным шариком о волосе. В результате образуется заряд электричества, который может легко ударить вас. Так что, если вы не хотите, чтобы питомец ударил вас током, просто контролируйте частоту поглаживаний. Теперь вы знаете, почему это происходит и можете избежать неприятных сюрпризов. А если вы хотите, чтобы шерсть вашей кошки всегда оставалась гладкой и шелковистой, то рекомендую покупать лакомства от Мнямс. Благодаря им мех вашего питомца всегда будет оставаться в прекрасном состоянии. И вы точно захотите гладить их вечно, несмотря на удары тока. Перейдем к сенсационной новости из мира науки. Китайские ученые сделали удивительное открытие. Оказывается, мозг собак синхронизируется с человеческим во время зрительного контакта. В ходе исследования выяснилось, что четвероногие могут не только чувствовать наши эмоции, но и буквально понимать нас. Международная группа ученых провела пятидневный эксперимент с участием 12 человек с такого же количества собак, не являющихся их питомцами. С помощью инновационной технологии они смогли одновременно измерять мозговую активность людей и собак во время их взаимодействия. Оказалось, что когда человек играет роль лидера, а четвероногий – ведомого, их мозговая активность становится все более синхронизированной. Особенно это заметно на лобно-теменной сети, которая, как выяснилось, играет ключевую роль в этом процессе. Это открытие может иметь огромное значение для понимания социальных взаимодействий как у людей, так и у собак. Так что если вы до сих пор думаете, что собака вас не понимает, то можете больше не сомневаться. Перейдем к важному событию в мире зообизнеса – вступлении в силу требования об обязательной маркировке кормов и ветпрепаратов. Напомню, что с 1 октября все корма, лакомства для питомцев и ветеринарные препараты должны быть промаркированы. За этим процессом стоит Центр развития перспективных технологий. Они уверены, что это не приведет к росту цен, так как для малого и среднего бизнеса предусмотрены программы финансовой поддержки. В сентябре в Минпромторге прошло заседание проектной экспертной группы по маркировке ветпрепаратов. На мероприятии затронули вопрос о возможности применения патентной системы налогообложения при работе с маркированными товарами. Это вызвало большое количество разногласий. Одни участники мероприятия утверждали, что применять патент нельзя, в то время как другие считали, что при отказе от патентной системы возрастут налоговые начисления. Друзья, а вы что-то думаете на этот счет? Будет ли полезна вам маркировка препаратов? Пишите в комментарии. Друзья, вы когда-нибудь задумывались, что нужно для счастья собаки, которая живет в городской среде? На вопрос ответили владельцы четвероногих Москвы, которые хотят приобрести новое жилье. 72% жителей столицы хотят, чтобы рядом с домом были места для выгула собак. А вот, например, 68% опрошенных подчеркнули важность услуг по выгулу питомцев. Исследование также выявило, какие элементы инфраструктуры для четвероногих важны при выборе жилья. На первом месте специально оборудованные площадки для выгула и тренировки собак. Так ответили 72% участников опроса. Кроме того, 70% респондентов считают важными парки и зеленые зоны рядом с домом. Лопомойки в лобби жилых комплексов также остаются востребованными. На их необходимость указали 64% опрошенных. Зоомагазины в шаговой доступности важны для 61% респондентов. А ветеринарные клиники на территории жилых комплексов привлекли внимание 55% участников. Половина опрошенных считают важным наличие специальных контейнеров для отходов в прогулочных зонах для поддержания чистоты. Так что, друзья, если у вас есть собака и вы планируете купить новое жилье, то обратите внимание на эти моменты. Ведь комфорт и здоровье наших питомцев – это залог нашего счастья и гармонии в доме. Перейдем к истории о самой богатой кошке в мире. Нала – настоящая звезда интернета. Ее история началась в 2010 году, когда Варисири Меточитифан взял ее из приюта. С тех пор Нала стала невероятно популярной, и ее аккаунт в сети набрал 4 миллиона подписчиков. Нала зарабатывает не только на своей популярности, но и на собственных товарах. Вы не поверите, но ее состояние уже достигло 100 миллионов долларов. Как же владелец кошки добился такой невероятной популярности? Все дело в любви и внимании к своей пушистой подруге. Он регулярно выкладывает ее фото в сеть, делится историями, забавными моментами жизни Налы. Так что, если вы еще не слышали об этой красавице, то обязательно посмотрите ее видео и фотографии. Она точно покорит ваше сердце. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и интересные истории. До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok